Бундеркин, дословно с немецкого чудесное дитя, ведь и на самом деле то, что вытворяют эти люди, ничто иное, как чудо. Они не перестают удивлять нас своими способностями и талантами, вытворяя то, что простому человеку не по силу. Над загадкой их гениальности бьется не одно поколение ученых. Всем привет, с вами сплетни и список самых одаренных людей нашей современности. Акрит Праньясвал из Индии уже в детстве имел репутацию медицинского гения в узком кругу знакомых. В возрасте 7 лет стал известен, когда выполнил свою первую хирургическую операцию. Его друг получил сильные ожоги на руке и он отделил ему пальцы. В возрасте 12 лет Акрит поступил в медицинский университет, а к 17 годам заработал магистрскую степень в области прикладной химии. Сегодня он занимается поисками лекарства от рака. Еще один мегамозг из Индии – Приянши Самани, который обладает удивительной способностью проводить в уме сложнейшие математические вычисления. В свои 11 лет она заняла первое место на соревновании Mental Calculation World Cup, опередив 36 других конкурентов из 16 стран. Приянши вычислила квадратный корень из 10 шестизначных чисел за рекордные 6 минут и 51 секунду. В довершении всего она оказалась единственным участником в истории конкурса, не допустившим ни одной ошибки при сложении умножения и извлечении квадратных корней. Таниш Мэтью Авраам – один из самых молодых членов Мэнса, куда он вступил уже в возрасте 4 лет. Его гениальность проявилась еще в 4 месяца, когда он стал просматривать детские книги и правильно отвечать на вопросы об их содержании. При вступлении в Мэнса он получил результат в 99,9% по стандартизированному тесту IQ Мэнса. В 5 лет Таниш закончил 5 курсов математики образовательной программе Стэнфордского университета для одаренной молодежи всего за 6 месяцев. Ну а самым юным номинантом на Нобелевскую премию является американец Грегори Смит, 1990 года рождения. В 2 года он уже умел читать, в 10 лет он поступил в университет, а в 16 успешно закончил его. Он начал номинироваться на Нобелевскую премию уже с 12-летнего возраста. Номинировался 4 раза, но, к сожалению, так и не получил ее. Помимо занятий точными науками, Грегори известен как активист по защите прав детей. Аким Камара – талант с большой буквы. Мальчик из Берлина, поразивший мир своим ранним музыкальным талантом. Этот мальчик начал играть на скрипке в возрасте 2 лет. У Акима есть уникальная способность воспроизводить музыку, которую он слышал когда-то давно. Благодаря своим исключительным способностям, малыш научился играть на скрипке всего за полгода. И в возрасте 3 лет уже выступил со скрипкой на рождественском концерте. Микаэла Ирен Фудолик поступила в Филиппинский университет в возрасте 11 лет. А в 16 лет она окончила его с отличием, получив степень бакалавра физических наук. И именно ей за отличие в учебе выпала честь произнести прощальную речь на выпускном. В настоящее время Микаэла работает профессором в том же университете и занимается иконофизикой. Тейлор Рамон Уилсон стал самым молодым человеком в мире, создавшим рабочий фузор-устройство, предназначенное для реакции ядерного синтеза. В возрасте 10 лет он сконструировал ядерную бомбу, а фузор сделал, когда ему исполнилось 14. В мае 2011 года Тейлор получил премию на международной научно-технической ярмарке Intel. Джейкоб Барнетт – американский математик. Когда ему было всего два года, врачи поставили диагноз тяжелый аутизм. Но оказалось, что они крупно ошиблись, и мальчик уже в свои три года начал удивлять всех своими математическими способностями. 10 лет Джейкоб поступил в университет Индиана в Индианополисе. Барнетт утверждает, что в один прекрасный день сможет опровергнуть теорию относительности Эйнштейна. В настоящее время он работает над диссертацией в области квантовой физики. Ну а напоследок самый умный человек в мире – вундеркин Ким Унг Йонг. Родился в Корее 7 марта 1963 года. В четыре года он уже решал сложнейшие дифференциальные уравнения. Когда ему было всего пять лет, Ким уже знал четыре языка – корейский, английский, японский и немецкий. Восемь лет его пригласили учиться в Колорадо Стэйт Университи. В 15 лет он стал доктором физических наук. Ким Унг Йонг занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый умный человек в мире. Его IQ составляет 210%. На этом все. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал и до новых встреч!